Москва и Тверская область решили отметить Старый Новый год по-спортивному. Вечером 13 января в столице на ГУМ-катке на Красной площади прошел товарищеский хоккейный матч между командой службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области командой «Волга». Несмотря на промозглую погоду, встреча получилась теплой и собрала много зрителей. Более того, именно в этот день, 57 лет назад, 13 января 1966 года в городе Калинине, состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе «Химик» сыграли московские ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей. Встреча завершилась победой советской команды под руководством Анатолия Тарасова со счетом 15-4. А о том, какой вышла товарищеская встреча на Красной площади, рассказывает наш корреспондент. По случаю празднования Старого Нового года на ледовой площадке устроили настоящее шоу. 13 января детей и гостей турнира пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Свои творческие подарки подготовили артисты и коллективы из Тверской области, стипендиаты, губернатора, образцовый театр танца-романтики, народный вокальный ансамбль «Весна» и финалист проекта «Голос» Кирилл Суслов. Перед началом встречи участников организаторов и зрителей турнира поприветствовали губернатор Тверской области Игоря Руденя, комендант московского Кремля Сергей Удовенко. Наш спортивный праздник зарядит нас на весь год хорошей позитивной энергией и силами для очередных побед и начинаний. Спасибо. В свою очередь губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил за приглашение принять участие в таком спортивном событии и подчеркнул, что этот турнир «Наша сторона» посвящает бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Сергей Удовенко и губернатор Игорь Руденя сделали символическое вбрасывание шайбы, после чего команды скрестили клюшки на льду. Тверская «Волга» — это сборная команда, в состав которой вошли сотрудники главного управления МЧС России по Тверской области, являющиеся игроками хоккейной команды «Патриот». Она была создана в 2019 году по инициативе начальника главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна. В ее состав входят не только действующие сотрудники ведомства региона, но и ветераны МЧС России. Тверские команды достойно продолжают хоккейные традиции. Среди них есть и воспитанники, и выпускники Митинского детского дома. На площадке прямо сейчас достаточно много воспитанников Митинского детского дома. Это парни, которые уже выросли. Они полюбили хоккей там, как их научил Александр Иванович Андреянов. Сегодня в Тверской области более тысячи мальчишек и девчонок занимаются хоккеем в спортивных школах. В Твери действует школа Олимпийского резерва. Отделения хоккея в спортшколах работают в Старице, Ржеве, Калязине и Балагом. Так что в Тверской области есть чем и кем гордиться. Ну а в результате упорной борьбы и спортивного азарта игра завершилась со счетом 4-4.